Сегодня в Алматы простились с известным юристом, председателем Национального фонда развития финансовых услуг Михаилом Кленчиным. Напомню, его нашли застреленным в своем доме 12 декабря. По предварительной версии Михаил покончил с собой. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведется расследование. Михаил Кленчин активно участвовал в общественной деятельности, был председателем первого антикоррупционного медиа-центра, был членом Палаты налоговых консультантов Казахстана. Часто он появлялся и в эфире нашего телеканала. Скоропостижная гибель молодого мужчины стала неожиданностью для общества. Михаила Кленчина похоронили на западном кладбище в поселке Бурундай. В настоящий момент в рамках досудебного расследования назначены необходимые экспертизы, в том числе одна из основных экспертиз, это судебная медицинская, которая установит точную причину смерти человека. Но с учетом работы следственной оперативной группы на месте обнаружения тела гражданина Кленчина, данные произошедшие квалифицируются на данном этапе как самоубийство. Обстоятельств и признаков, указывающих на криминал, не установлено. Коллектив телеканала «Алматы» присоединяется к соболезнованиям родным и близким. Департамент внутренних дел города продолжает разыскивать участников стрельбы, произошедшей в минувшую субботу в центре города на пересечении улиц Шевченко и Наурсбай-Батыра. Чудом тогда никто не пострадал. Установлены лица, которые совершили данные хулиганские побуждения, они применили в совершении данного преступления охотничьи ружьем. Их личности установлены. Конечно, по их субъективным причинам они сейчас тщательно скрываются от органов уголовного преследования, но так или иначе, их поимка дело времени, они однозначно понесут наказание. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 293, часть 4, это хулиганство с применением огнестрельного оружия. К счастью, никто из прохожих и жителей мирных не пострадал.